Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Сегодня подведены итоги, состоявшихся накануне выборов президента Казахстана. Центр Сберком страны объявил о рекордной явке в 95,11%. Как и ожидается, и как и ожидалось, выиграл выбор президента Нурсултан Назарбаев в 97,7% голосов. Он возглавляет страну с 1991 года и стал президентом уже в пятый раз. Мы так озаглавили нашу беседу, иного Казахстану не дано. Сегодня? Да. И поэтому пригласили в гости нашего постоянного эксперта и друга нашей передачи, независимого политолога Аркадия Дубнова. А на связи у нас с Казахстаном будет журналист Иржан Карабеков. Аркадий, я понимаю, что вы ожидали такой явки и такого результата, но в чем все-таки секрет политического долголетия президента Назарбаева? Ну, во-первых, я должен вас разочаровать. Такой явки даже я не ожидал. Я вам скажу честно, что я мог ожидать такого результата, и я даже его предсказал. Я, правда, сказал 96%, 96,5%, да? Но явки такой ожидать было трудно, потому что, ну, мы же понимаем, что это выборы не просто президентские, это выборы Назарбаева, это как бы некий референдум о продлении его полномочий в условиях практически безальтернативности. А в условиях такого рода плебисцита интерес к выборам же падает. Ну, чего, и так же всем ясно, какой смысл ходить на выборы, когда всем ясно, кто победит, нет никакой интриги. Поэтому откуда может быть такая явка? И в этом, я думаю, честно говоря, некоторая ошибка казахстанских политтехнологов. Процент победы можно было бы обеспечить даже при явке их 70%, и никто бы не сомневался. Да, а вот 97% поддержки, это похоже, ну, может быть, 96%. Здесь ведь законный жанр в чем состоит, Володя? Вы же знаете, что на Востоке поддержка руководителей, лидеров наций, таких как Нурсултана Абишина Назарбаева, она должна расти от выборов к выборам. Она не может падать, она может только расти. Поэтому если в прошлом году было 95%, а там, скажем, 12 лет назад, там 94%, нет, 91%, 91%, 95%, сейчас не меньше, чем 96%. Вот это понятно, да, это можем было прогнозировать, а вот явку... В чем секрет? Ну, если говорить честно, то, в общем, наверное, меня будут критиковать мои казахстанские коллеги, Ну, в общем, Казахстану все-таки в определенном отношении повезло, что в тот момент, когда рухнул Союз, все-таки именно Назарбаев был у власти, а человек, в общем, достаточно властный и, я бы сказал, смотрящий вперед и очень прагматичный. Да, он сумел... Во-первых, он был последним, кто... Казахстан был последним государством СНГ, который убедился, что Союза не быть, и прогласил свою независимость только в декабре 91-го года, гораздо позже, чем все остальные государства СНГ. То есть он вел себя очень прагматично, то есть он не терял шансов, чтобы сохранить какую-то стабильность. Когда это произошло, он прогласил независимость, и дальше, ну, вот он довольно много сделал, чтобы обеспечить, как бы, вот, в руководстве страны людей, понимающих, что надо делать, профессиональных, как у нас сейчас говорят, эффективных менеджеров. Я все время говорю, что вот, если бы он не пригласил в свое время премьером Кижана Кожигильдина в середине 90-х годов, то таких успехов, которые, в принципе, добился Казахстан, в отличие от других, даже сырьевых стран, не бывает. Потому что именно Кожигильдин обеспечил приход в страну этих транснационально-нефтяных мировых компаний, которые эти контракты века заключили. Именно в период премьерства Кожигильдина были обеспечены реформы системы ЖКХ, пенсионная реформа была, то, чего в России так и не сработало, да? В этом Назарбаев, он умел подтягивать себе профессионалов, понимаете? И да, конечно, семья, да, конечно, интересы клана, да, конечно, борьба за власть, но там, в Казахстане, появлялись серьезные противовесы, так сказать, властвующие семье, там появлялся демократический выбор Казахстана, да? Там все-таки шла какая-то жизнь политическая, да, благодаря, или несмотря на то, что власти был Назарбаев. Это многое объясняет. Это не Каримов, это не Рахмон. Напомните, он напрямую наследовал Кунаеву, или между ними какой-то еще был промежуточный фигурой? Был, конечно. Во-первых, вы немножко ошиблись, он правит страной не с 91-го года лидером, он является с 89-го года, потому что в 89-м году он уже был первым секретарем ЦК КП Казахстана. А, ну, написано, что президентом стал? Ну, президентом, разумеется, да. Нет, если вы помните, в 986-м году, когда был уволен Кунаев, то был назначен из Москвы Геннадий Колбин. А, это будущий министр внутренних дел? Геннадий Колбин, нет, он был первым секретарем, по-моему, Ульяновского обкома партии. Да, 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 да. И его бросили на Казахстан. И там, по-моему, были националистические события. И тогда были события в декабрье 86-го года, да, и это, так называйте, события, кстати, желтоксан, да, когда, в общем, казахские патриоты решили, что это оскорбительно, прислать такого варяга, да еще не казаха, руководить Казахстаном. И вот события в декабре 86-го года, да, они, в общем, кровавые были, они кровавые были. И это не забылось. И разные ходят разговоры о роли Назарбаева, разные говорят о его отношениях с Кунаевым, который, в общем, очень много сделал для продвижения Нурсултана Абишича, да. То есть там были, между Кунаевым и Назарбаевым, вот другие лидеры. Да, это, конечно, была грубая ошибка Горбачева, что он такое сделал. Ну, Горбачев, на мой взгляд, вообще в начале перестройки вообще не очень хорошо себя представлял, как живут окраины Советского Союза, так сказать. Это была не его епархия, в общем, да. Да, и вчера вспоминали Чернобыльскую трагедию, тоже много глупостей было совершено. Это, да, вчера был 26 апреля, и этот день, конечно, никогда не забуду. Это моя еще и такая профессиональная трагедия, я же занимался, я же много лет работал на атомных станциях, и на такого же рода реакторах я провел 11 лет. Я знал, что там произошло, и после этого я еще три года протянул, и потом ушел вообще. Да, было. У нас на прямой связи с Казахстаном редактор сайта Казахской службы радио «Свобода» Ержан Корабеков. Добрый вечер, Ержан. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я присоединяюсь к этому разговору из Праги, из нашей центральной редакции, из Казахской редакции радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Ержан, вот как вы считаете, в чем секрет политического долголетия? Вот мы всегда с этого начинаем, и это, по-моему, остается секретом и впоследствии. Вам слово. Спасибо. Действительно, как сейчас сказал уважаемый господин Дубнов, Нурсултан Азербайев находится у верховной власти с 1989 года, ну а вообще в высший эшелон партийной верхушки он попал еще раньше, в конце 1970-х годов, будучи буквально в 42 года ему было, когда он стал одним из секретарей Карагандинского обкома партии. А дальше головокружительная карьера возвысила его вплоть до поста председателя Совета Министров Казахской СССР, как бы этот пост был как бы запасным на случай, если освободиться вместо первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана. И в 1986 году, как только сейчас мы вспомнили, что произошли декабрьские события в Алмате, когда произошло первое в позднем Советском Союзе выступление молодежи, студенческой молодежи, рабочей молодежи против диктата Москвы. И некоторые считают, что это было стихийное выступление, что, может быть, там казахские патриоты вывели народ на улицы. Но больше звучит в последнее время версия, что за этой студенческой молодежью бунтующей стояли кукловоды из ближайшего окружения Кунаева. Возможно, за этими демонстрантами стоял и сам Нашултан Назарбаев, о чем писал в своей книге его бывший зять Арахат Алиев, который был найден в повешенном недавно в Венской тюрьме. И путь Назарбаева к власти был проторен через такие ключевые события на этапе развала Советского Союза. Конечно, были альтернативные кандидаты, конечно, были лидеры, которые могли возглавить Казахстан на том периоде, когда Советский Союз уже разваливался. Например, был такой партийный функционер, как Иркин Аульбеков. Он вполне мог возглавить Казахстан, когда Кремль делал выбор между двумя-тремя ведущими политиками в Казахстане, политиками казахской национальности. Но так судьба распорядилась, что Колбин, который не пришелся ко двору, который оказался не в своей тарелке, он был отозван в Москву. И 22 июня 1989 года Назарбаев, наконец, стал первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана. И через два года он уже был президентом Казахской ССР, всенародно избранным. Его карьера так стремительно росла, что он действительно пользовался большой популярностью в народе. И когда он собрал команду реформаторов на начальном этапе независимого Казахстана, тоже народ возлагал большие надежды на них. Но очень скоро наступили и разочарования, в том числе разочарование наступило. И после ухода из оппозиции Акижана Кожигельдина, о котором мы сейчас слышим в ходе нашей передачи, Кожигельдин был премьер-министром всего три года. И хотя имидж у него сложился, что он реформатор, что он привел транснациональные корпорации, позднее оказывалось, что эти корпорации зачастую были просто фиктивными компаниями. Оказалось, что стратегические экономические предприятия были отданы совсем не тем людям, за которым они себя выдавали. И сырьевая база Казахстана оказалась в чужих руках или же в руках ближайшего окружения Назарбаева. Спасибо большое. Давайте вот раз заговорил у нас Ержан о преемнике, который повесился, ну то есть родственнике в ближайшем. Есть вообще какая-то в перспективе преемственность власти в Казахстане или как и во многих восточных вот этих осколках СССР, там это будет поводом для конфликта? Понимаете, вопрос транзита власти в Казахстане был очень как бы актуальным. Вот последний, может быть, год-полтора. Об этом писали, говорили, что называется, спекулировали, может быть, даже называли какие-то имена. Но серьезно этот вопрос так, в общем-то, и не встал в повеску дня. Почему? Я думаю, и этому есть достаточно много оснований, даже и свидетельств. Причиной этому стали события вокруг Украины, Крым, Украина. Еще в марте прошлого года, как только случились, так сказать, как только произошла как бы аннексия Крыма, Назарбаев достаточно хорошо себе представлял возможное развитие событий, и он понял, что впереди трудные времена, и нужно готовиться к ним, и что Казахстану, в принципе, предстоит каким-то образом противостоять тенденциям, идущим из России от определенных кругов, которые могут заговорить и не только о юго-востоке Украины, как о плацдарме для расширения русского мира или укрепления его позиций, но и о северных и восточных территориях Казахстана. И нужно серьезно предпринимать усилия, чтобы это дело блокировать, либо упредить. А для этого нужна харизма, для этого нужен авторитет, поддержка, и, собственно говоря, если бы произошел транзит власти на вот этом уровне, или, так сказать, в ближайшие времена после этих событий, в общем, здраво если рассуждать, то, конечно, могли бы быть серьезные события, такие потрясительные, да, потрясательные. И он решил эту тему закрыть. И вот началась подготовка к выборам, они были объявлены, срочно, так сказать, проведены. Да, мы тогда тоже встречались в этот день с вами. Да, 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 мы обсуждали это. И, в общем, на самом деле, с тех пор в оценке необходимости проводить эти выборы, в общем, ничего не изменилось. Я думаю, что с точки зрения самого процесса развития в Казахстане, в общем, я могу понять вот это решение, да, с ним, как бы, с точки зрения демократических процедур, это, что называется, вне критики, это понятно, да, но с точки зрения вот этого процесса, который в Казахстане очень сильно зависит от ситуации в России, он, на мой взгляд, очень, как бы, закономерен и оправдан. Это отодвинуто, на 5 лет вперед, дай бог здоровья, но что-то, на ближайшее, этот процесс, что называется, этот вопрос отставлен в сторону, вынесен за скобки. Ержан, а напомните, вот, кто входит в клан сейчас, Назарбаева, по-моему, я вот знаком с дочерьми, они всегда принимают нас союз журналистов, когда мы там заседаем. Ну, одну дочь, в основном. Дорига, да? Да. Да. Сегодня в Астане состоялся праздничный концерт по случаю избрания, очередного избрания Назарбаева президентом, и можно было заметить за спиной новоизбранного, нового старого президента Назарбаева, можно было заметить Доригу Назарбаеву, его дочь, у него три дочери, и только старшая дочь Дорига, она участвует в политике. У Дориги, напомним, была в своё время и своя политическая партия, и были у неё самостоятельные как бы амбиции. Но Назарбаев очень скоро, когда очередной виток конфликта со своим бывшим зятем вошёл в какую-то стадию, он просто-напросто приказал закрыть эту партию и слить её со своей партии. И вопрос о преемнике действительно, как говорит Аркадий, он снят на пять лет, и многие версии к этому и сходятся, что Назарбаев просто отодвинул этот вопрос. С одной стороны, он сам инициировал эти споры о преемнике, это как бы технология отвлечения общественного внимания. С другой стороны, кому передавать власть по-восточному сына, взрослого, совершеннолетнего, хотя бы у Назарбаева, как мы знаем, нет. По слухам из ближайшего окружения и по сообщениям местной прессы, у Назарбаева есть сыновья, два сына, но они очень маленькие, якобы есть у него сыновья от другой жены. Ну это его личное семейное дело, но в его клане, вокруг него, конечно, есть несколько персон, которые могут в какой-то час икс, когда Назарбаев так или иначе уйдёт из власти, могут возглавить временно страну, временно, имеется в виду на случай, пока ведущие кланы между собой не договорятся. Называют имя, обычно, в первую очередь, имя нынешнего премьер-министра Карима Масимова, опытный политик, он как бы получил благословение и у лидера России, и у лидера Китая, совершал туда такие показательные государственные визиты. Называют имя Касмжамарта Тукаева, возглавляет он сейчас Сенат по Конституции, является как бы человеком номер два на случай, если пост номер один так или иначе освободится. И Касмжамарта Тукаев, он прошёл как бы обкатку в стенах ООН, был по переходящей традиции, по каким-то бюрократическим правилам организации объединённых наций, был некоторое время заместителем генерального секретаря ООН, одним из его многочисленных заместителей протокольных, так сказать. Называют имя двух-трёх племянников Назарбаева, которые уже введены в высшие слои власти. Версии разные, но вместе с тем есть и версия такая, что Назарбаев, пока он жив, пока он дееспособен, он власть никому не отдаст. И все эти разговоры о преемнике — это просто как бы игрушка для политологов, чтобы они занялись какими-то конструированиями, каких-то версий. Конечно, с другой стороны, мне кажется, эти разговоры о преемнике, они немножко оскорбительны для народного волеизъявления. Почему народ должен полагаться на чью-то милость, что кто-то позволит кому-то стать преемником? Это, конечно, ситуация весьма печальная. Аркадий, а насколько надёжным гарантом сдержек и противовесов является Назарбаев? Он единственный, кто держит баланс? Да, да. Это такой верховный жрец, авторитет которого зиждется на сакральной основе. Его слово окончательное. Ну, вы понимаете, человек, который законодательно имеет титул национального лидера, у него есть имя Елбасы, да? Да. Ну, вообще, если человек носит официально законодательное, так сказать, утверждённое звание национального лидера, и для этого есть название, то, в общем, даже забавно выглядят вообще-то какие-то электоральные процедуры, в которых он участвует. Понятно, что никто ему, который является дееспособным, противостоять даже теоретически, в принципе, не имеет права. Да, и, по-моему, оба кандидата, которые были против, они за него агитировали. Ну, это да, это вполне, так сказать, это вполне по-туркменски, вполне по-узбекски, это всё так. Просто, на самом деле, конечно, вот в этом смысле немножко даже, ну, наверное, даже обидно за вот этот последний выбор, потому что такого даже раньше не было. Там были, так сказать, люди типа нашего Жириновского, там был такой сенатор Гани Касымов, он есть, конечно, но он такой экзальтированный, так сказать, человек, который мог позволять себе что-то говорить, он хотя бы, как бы, немножко оживлял интригу, да? Сегодня этих людей, я сейчас даже не вспомню, как их зовут, и не знаю, чем они отличаются, да, друг от друга. Один, вроде бы, представлял формально коммунистов, второй, по-моему, профсоюз, не имеет значения. Вот с этой точки зрения, конечно, логичнее было бы назвать состоявшиеся вчера, так сказать, выборы, референдумом, плебисцитом о продлении полномочий действующего главы государства. Либо, извините, так цинично сказать, это были выборы Мазарбаева, а не президентские выборы. Да, Ержан, скажите, пожалуйста, а вот насколько сейчас активна политическая оппозиция, может быть, она находится в эмиграции или в подполье, или удалось официальному, как сказать, официальному правителю ее подавить полностью? Недавно мы тоже пытались найти у себя в казахской редакции ответ на этот вопрос. Мы обратились к политикам, к экспертам в Казахстане, и многие ответы сходились к тому, что оппозиция в Казахстане, она или сидит в тюрьмах, или же они подались в эмиграцию, то есть вынуждены были уехать из страны. Действительно, оппозиция, она замолчала, она молчит, она загнана в угол, и есть и применяются меры ограничительные на основе закона, применяются неформальные меры, есть и прямое давление. Мы видели это с каждыми выборами, когда шагренивая кожа альтернативной политики, скажем, она сокращалась все больше и больше. И Назарбаев за свою 26-летнюю карьеру нахождения у власти, он уже больше четвертого века находится у власти, только один раз проводил президентские выборы в срок. Я не случайно, может быть, оговорился, что Назарбаев только один раз проводил в срок, хотя мы знаем, что каждый раз, когда происходят внеочередные выборы, то они как бы инициируются снизу, или же инициируются в какой-то кукольной организации, как это случилось сейчас. Только один раз выборы прошли в срок в январе 2006 года. Но за два месяца до этих выборов в странных, в весьма подозрительной ситуации погиб один из главных критиков Назарбаева, замомбек Нуркадьев. Официальная версия гласит, что он покончил жизнь самоубийством тремя выстрелами из пистолета. Не одним, а тремя. После выборов был расстрелян другой ведущий критик Назарбаева, Алтенбек Сарсимбаев. И уже к следующим выборам, которые прошли в 2011 году, оппозиция уже не смогла выставить своего реального кандидата. Даже уже тогда, на предыдущих президентских выборах в 2011 году, было видно, что у оппозиции нет никаких реальных ресурсов, нет никаких возможностей даже использовать вот эту кампанию предвыборную хотя бы для озвучивания своих каких-то лозунгов. То есть оппозиция уже тогда была скована, а в этот раз вообще проявила апатию. Апатию в день выборов, в день голосования. Вчера я посмотрел, например, ведущая оппозиционная газета вообще не обновляла свой сайт. Сегодня в считанных неконтролируемых основной веб-сайтах тоже я посмотрел, даже нет своей оценки о нарушении выборов избирательного процесса. То есть уже даже мониторинг они не ведут, не могут, или же просто махнули рукой. Вместе с тем, когда власти, загнав в угол оппозицию, лидер запрещенной партии Алгана Владимир Козлов сидит в тюрьме по Жанна Зеленскому делу, он был обвинён в разжигании социальной розни. Другой диссидент Арона Табек сидит в тюрьме и долгое время он сидел и в одиночной камере. Буквально в эти дни происходит такая ситуация, что полиция не выпускает из Казахстана в Британию семью ведущего оппозиционного журналиста Бахачана Кетибаева. Они живут в Британии, приехали в Казахстан. Оказалось, что у них есть и британские паспорта, и казахские паспорта у жены и у двоих детей. По законодательству Казахстана двойное гражданство запрещено, и сейчас им предстоит депортация. Но вместе с тем их пока из-за бюрократических процедур не выпускают. Сторонники Бахачана Кетибаева считают, что это месть за критику и за рубежа. Вот ситуация такая. И вместе с тем, что власти загнали в угол оппозицию, они вместе с тем и создали такую ситуацию в обществе, что вообще в обществе нет яркой гражданской активности. А если есть какая-то гражданская активность, то она или на уровне каких-то принципиальных, последовательных критиков режима, на уровне тех, кто делает это с энтузиазмом, или же гражданская активность из-за разряда псевдоактивностей, из-за разряда так называемого гонго, то есть фальшивые неправительственные организации, фальшивые гражданские активисты, так называемые политологи, псевдополитологи, которые имитируют какое-то состояние, якобы оживленное состояние гражданской жизни. Но это у них получается неважно, потому что, как всегда, таким делом занимаются непрофессионалы или же профессионалы с подмоченной репутацией. Как вы считаете, Аркадий, вы кого-нибудь встречаете в Москве из казахской оппозиции еще таких классических времен? Да нет, в общем, Москва уже фактически давно перестала быть местом, где можно найти убежище для оппозиционеров, либо диссидентов из постсоветских стран. Ну, я не знаю, как технически, но как это выглядит. Ну, в общем-то, в принципе, если говорить просто о Казахстане, я, ну, вот, Ержан называл много людей, но часть из них это не оппозиционеры, это просто, так сказать, независимые журналисты, да, их все-таки нельзя называть оппозиционерами. Да, инакомыслящие. Да, инакомыслящие, да. Но вот из политиков я не знаю сегодня людей казахских, которые могли бы претендовать на звание оппозиционного политика. Есть Акижан Кожигель, самый значительный, да, есть Мухтар Аблязов, да, но там скорее, так сказать, он человек, бывший, как бы, бизнесмен, который в силу определенных обстоятельств вынужден был играть в политику, но он, правда, поддерживает некие оппозиционные движения в Казахстане до сих пор. Но я говорю, отвечая на ваш вопрос, в Москве таких людей в Казахстане нет. Вот, ну, а вообще, если говорить об оппозиции в Казахстане, ну, вот, знаете, сегодня такая ведь ситуация сложилась, во всяком случае в Казахстане, что у позиций нет ярко выраженной альтернативной повестки дня политической. Да, вся, как бы, повестка дня сегодня в Казахстане, она, я бы сказал, гораздо более связана с внешней политикой, с ориентацией Казахстана в будущее, с проекцией Казахстана в будущем по отношению к ведущим, как бы, актерам, так сказать, мировой политики, да. Это Китай, это Россия, это Соединенные Штаты и, в общем, Запад, и это угрозы, так сказать, исламистского характера, да, террористической угрозы, центром которых сегодня является Афганистан, Ирак и Сирия, да. Что в этой связи может предложить оппозиция в качестве альтернативных, как бы, так сказать, программ, либо каких-то положений по отношению к тому, что делает, скажем, руководство страны. Ну, в общем, надо признать, ничего, да. Кроме того, Казахстан все-таки остается достаточно богатым государством с высоким уровнем среднего дохода на душу населения. Это рента, которая зиждется на сырьевых, так сказать, ресурсах, на сырьевых ресурсах, она более или менее распределяется между... внутри страны, так сказать, и все немножечко от нее немножко отщипывают, да, и, можно сказать, казахстанское население покупается в каком-то отношении, да. Что в этом отношении может положить казахстанская оппозиция? Она же внутри страны тоже фактически, и источником ее, так сказать, благоденствия является та же самая сырьевая рента, вы понимаете? Вот я бы сказал так. Сейчас интереснее вообще говорить о том, что же теперь будет. Вот какие перспективы на ближайшие пять лет ждут Казахстан? Что будет, как бы, в качестве доминанта развития этой страны, да? Вот это, мне кажется, гораздо интереснее. Ну, давайте об этом поговорим, потому что мы, собственно, знаем уже, режим сформировался, он уже не изменится. Ержан, как вы думаете, что теперь главным будет в поездке дня политической для республики Казахстан? Назарбаев в своей предвыборной программе назвал пять институциональных реформ, которые он собирается провести на новом этапе своего президентства. Одно из главных обещаний, которое он делает, это перенести центр тяжести принятия решений, то есть поделиться полномочиями с правительством и парламентом и таким образом, как бы, восстановить хрупкий баланс, который существовал, может быть, лет 20 назад в Казахстане. Таких обещаний Назарбаев отдавал много. А в целом же выборы, как лично я немножко вот тоже размышлял, зачем же ему нужны были выборы, когда я готовился к нашей сегодняшней передаче, зачем всё-таки, ведь и апатия есть, и в то же время ему приходится, сегодня вот пришлось как бы извиняться перед западным сообществом, что выборы прошли с такими колоссальными показателями, 95% избирателей пришли, он набрал 97,7%, и Назарбаев сказал, что, ну, что я могу поделать, я не могу остановить демократический процесс. Видимо, будет продолжаться вот эта тенденция на создание видимости демократического процесса. Конечно, внутри властные элиты, противоборствующие кланы, они будут так или иначе готовиться к часту Икс, когда придётся бороться уже реально, выйти на аванс-сцену. Если Назарбаев так или иначе уйдёт из власти, он сейчас получил мандат, а на 5 лет ему будет тогда уже 80 лет, и никто не знает, как случится, как сложится ситуация, особенно в такой ситуации, когда контр-элита вытеснена за рубеж, оппозиционные группы между собой конкурируют больше за рубежом в Европе, не то что конкурируют. Часто бывает так, что палач, жертва, как бы обнимается со своим палачом. Это в ситуации с Акежаном Кожигельдиным. Он был последовательным критиком Назарбаева, он был лидером оппозиции, финансировал её, пытался составить Назарбаеву альтернативу на одном из выборов, на одних из выборов президентских. Но сейчас последние несколько, 5-6 лет он озвучивает про Назарбаевские лозунги. Более того, в кампании, которая развернула официально Астана против Рахата Алиева, участвовал, соучаствовал и Акежан Кожигельдин, и его близкие люди, и другие оппозиционные политики, другие политиммигранты критиковали его за это. А в какой-то определенный момент Кожигельдин призывал народ сплотиться вокруг Назарбаева, чтобы противостоять очередному витку кризиса мирового финансового. То есть такие метаморфозы происходят, что прогнозировать что-либо сложно, но у нас есть пример, соседняя страна Туркменистан, если неожиданно освободится место президента, то может случиться всякое, и законы, и формальные процедуры могут даже не соблюдаться. Об этом, я думаю, Аркадий нам может рассказать больше, он больше специалист по Туркменистану. — По-вашему, будет ли интервенция? — Я бы, в общем, интересно бы подискутировал с Ержаном, потому что, с одной стороны, я бы дискутировал, с другой стороны, я вижу, что он подтверждает, в общем-то, мой взгляд на ситуацию. Когда он говорит об Акежане Кожигельдине, он, Боленс-Ноленс, подтверждает тезис о том, что Назарбаев — это, извините, некая скрепа нынешнего государственного, как бы, суверенитета Казахстана. И благодаря, в общем, тому, что он еще способен удержать быть этим верховным рефери, не только внутри, но и имея достаточно высокий рейтинг вне страны, а Казахстану сегодня мало грозит какая-то внешняя угроза или интервенция чисто, так сказать, такого политического свойства. Что касается Туркменистана, и даже я не стану, честно говоря, сравнивать ситуацию Туркменистана с Казахстаном, в Казахстане все-таки мы видим процесс, мы видим, есть пресса, она, так сказать, конечно, в основном, так сказать, клановая, да, но я вот недавно, месяц назад был, я, в общем, с интересом читал газеты, какие-то аналитические расклады, экономические, так сказать, программы, есть споры между экономистами, сегодня главная проблема все-таки экономическая, политическая стабильность. В Казахстане есть, и с этим, как бы, спорить бессмысленно, мы уже про это поговорили, нет никаких альтернатив и политических, так сказать, конкурентов. А экономические проблемы есть, и они связаны, в первую очередь, с тенденциями, так сказать, мирового кризиса, с тем, что Казахстан вступил в Евразийский экономический союз, с тем, что внутри этого союза нарастает противоречие между Россией и Казахстаном, в силу, так сказать, трудностей, испытываемых Россией, да, в результате санкций, в результате, значит, понижения цены на нефть, девальвации рубля и так далее. Кстати, мы еще не сказали, почему нужно было все-таки эти досрочные выборы, потому что мы все ожидаем, что скоро, после выборов, видимо, скорее всего, ожидается девальвация национальной валюты Тенге, которая приведет к увеличению витка инфляции, понижению покупательной способности, возможно, так сказать, какого-то социального недовольства, на фоне которого, конечно, выборы проводить не так, как бы можно успешно. Так вот, Казахстан не Туркменистан. Мы вообще плохо понимаем, что происходит в Туркменистане, но неплохо понимаем ситуацию в Казахстане, и это, в общем, обнадеживает и лично для меня является неким гарантом того, что, как мы говорим, в час икс потрясений серьезных не будет, если этому не будет способствовать соседние страны. Я имею в виду в первую очередь, честно говоря, Россию, которая наиболее активно может на это влиять, поскольку в Москве считают такую, так сказать, российскую доктрину Монро, что это зона ее влияния, и никто не имеет права на нее покуситься. Ни Китай, ни Запад, да? Вот, так вот, продолжая то, что говорил Ержан, он назвал пять институциональных реформ, объявленных Назарбаевым, и назвал одну из них реформу, значит, политическую, переход, кстати, от президентской формы власти к президентско-парламентской, то есть передачи некоторых полномочий. Насколько я понимаю, эта передача полномочий проектируется в самом конце этого пятилетнего срока, если все реформы будут проведены более-менее удачно. А вот эти реформы, на мой взгляд, выглядят весьма интересно, потому что Назарбаев собирается, в общем, провести достаточно амбициозные реформы, и которые могут быть просто вызовом, как бы, России, потому что речь идет о том, что Астана собирается провести реформу государственного аппарата, то есть создать профессиональный государственный аппарат, который будет, как бы, стержнем менеджмента, управления, он остается всегда на месте, приходят политики, руководители, да, как вот, как бы, скажем, там, в Британии, да, а бюрократы остаются на местах, понимаете, да, это, как бы, так сказать, шестеренки работающие, да. Дальше. Назарбаев, насколько я понимаю, серьезно готовит реформу судебного, реформу, судебную реформу, да, то есть он в течение каких-то лет, если это получится, я не знаю, это очень сложно, но он готов заменить вообще весь судейский корпус, то есть избавить... Из-за коррупции? Да, 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 то есть поменять весь судейский корпус, сделать, так сказать, основу его выпускников, молодых специалистов, которые, в общем, часть из них, которые подготовлены на Западе, и я знаю, что сегодня уже проводятся тренинги для казахстанских юристов на Западе в плане подготовки к вступлению, значит, Казахстана в Совет Европы. А что значит Совет Европы? Это значит... Парламентская асамблея. Казахстан становится, так сказать, объектом юрисдикции Европейского суда по правам человека, и для этого, так сказать, казахстанские юристы должны хорошо быть подготовлены к тому, в каких условиях может работать. Это очень важно. Дальше, значит, ну, мы же говорили о реформе, так сказать, экономической, то есть диверсификации сырьевой экономики, это очень важная сегодня задача Казахстана, они собираются, в общем, уделить внимание несырьевым направлениям, сферам экономики, туда направлять инвестиции, туда привлекать иностранных специалистов, грубо говоря, можем даже их покупать, да, это все очень довольно важно. И, наконец, еще одна реформа, она, в общем, на мой взгляд, может быть, является даже результатом обеспокоенности, значит, Назарбаева тем, что произошло вокруг Украины, да, и в меньшательстве России, так сказать, в эти процессы. Я говорю о том, что Назарбаев готовится, как бы, создать некую новую идентичность казахстанской нации по гражданскому принципу, по принципу гражданственности, то есть, ну, американский принцип, там нет, так сказать, да. Американец, это, может быть, итальянец, еврей, конечно, индейец. Значит, латиноамериканец, индейец, он гражданин Соединенных Штатов. Так вот, поскольку до сих пор процессы в Казахстане шли все-таки под, как бы, под соусом того, что нужно, значит, внедрять, увеличивать роль и значение казахстанского этноса титульного, увеличивать роль и значение казахского языка, то сейчас эти процессы несколько видоизменятся. Назарбаев считает, что этого надо избежать, да, то есть, идентичность должна быть не казахская, а казахстанская, да. А это очень будет непросто, потому что этому могут сопротивляться националистические казахские элиты, и они сегодня уже готовы, может быть, в этом направлении противопоставлять этому тренду. Но именно то, что Назарбаев решил, что только под его авторитетом, то есть, он может контролировать этот процесс в эти ближайшие пять лет, потому что ему сопротивляться некому, никто не сможет, да. Вот эти пять, и дальше уже, так сказать, да, и пятая, наконец, это, значит, вот подход к тому, чтобы передать часть полномочий. Если эти вещи удадутся, да, то мы можем быть свидетелями достаточно прорывного характера вот этого нового казахстанского, так сказать, суверенитета и государственности, да. В России, как мы понимаем, ни один из этих процессов, он даже не начинался, да, ни реформа судейская, ни реформа аппарата, ни, так сказать... Наоборот, у нас контрреформа. Контрреформа, да. Мы вообще, тренды идут навстречу друг другу. Мы, Россия идёт как бы в архаику, да, а Казахстан идёт модернистским путём. Вот это самое важное, о чём, мне кажется, сегодня стоит говорить. Да. Ержан, тогда вопрос. А как вот вы, как вообще видит молодёжь, может быть, Казахстан, своё будущее среди государств и иностранных? Это будет такая же добывающая сырьевая экономика? Или она выкарабкается всё-таки из этой возможной ямы? Как вы считаете, Ержан? Трудно ответить на этот вопрос, потому что о всей молодёжи трудно сказать. Но те молодые люди, с которыми я общаюсь, как журналист, или же в силу каких-то личных отношений, я замечаю, что очень много из них готовы проголосовать ногами, так сказать, уехать из Казахстана, или же уехавшие, то не возвращаться. Может быть, я знаком только с отдельными представителями, но в средствах массовой информации в Казахстане официальная пропаганда преподносит, что молодёжь, она верит в будущее, что это молодёжь, которая выросла за время независимости Казахстана. Вот на этот акцент обращают внимание, что они не знают о советской действительности, что эта молодёжь чистая, не запятнанная. Действительно, за эта новая генерация, которым 25 лет, они не знали другого президента, другого лидера, они узнали Назарбаева в своих букварях, они пишут сейчас курсовые работы, дипломные работы, пишут какие-то магистерские работы, и там цитируют Назарбаев, потому что это положено. То есть молодёжь, она не видела другого лидера, другого курса в Казахстане. И что их ждёт? Возможно, мы всё это увидим, возможно, эти обещания, что Назарбаев даёт, очередные обещания, они начнут осуществляться. Пока что этой модернизации ещё не было, поэтому пока что это только обещания, поэтому я бы лично не стал говорить, что Россия стоит на месте, в то время как Назарбаев, Казахстан под началом Назарбаева уже начал реформу, или же через пять лет там заменится вся судейская братья, и там будет новый некоррумпированный аппарат. Это всё обещания официальной пропаганды Казахстана, а пропаганда, как мы знаем, имеет свои внутренние какие-то правила, традиции. Легко менять тезисы через каждый определённый промежуток времени. И в то же время вот сейчас мы, кажется, за этой околовыборной фейерверковой шумихой мы не заметили, может быть, один тренд, который начинался не сегодня и не вчера. Назарбаев перед выборами, выступая на прошлой неделе, выступая на юбилейной сети Ассамблеи народа Казахстана, это такая карманная организация, он сказал, что в стране надо учредить ещё один праздник, это День облагодарения, День благодарения этносов друг другу, и казахскому этносу. И имеется в виду, что Казахстан в своё время принял эвакуированных, а ещё позднее он принял депортированные народы из Кавказа, Северного Кавказа, из Крыма, из Поволжья, автономной области немцев Поволжья. То есть в последнее время, например, в социальных сетях, мне вспоминается, вызывал восхищение у пользователей такой трогательный ролик, социальная реклама, там показывался момент депортации, видимо, это была депортация немцев Поволжья, семья, молодая женщина с детьми закидывают в глубоко какой-то богом забытый аул в Казахстане, потом вдогонку сталинская машинерия ещё арестовывает эту женщину, женщину увозят, её дети маленькие остаются, а приютивший эту семью казашка в землянке, в которой живёт семья, эта казашка говорит, «Не бойся, твои дети, это мои дети». И потом этот ролик заканчивается слоганом «Одна страна, одна судьба». И этот слоган в последнее время всё больше и больше активизируется, всё больше и больше продвигается, как бы она внедряется в сознание, массовое сознание. И вот сейчас мы получаем новый месяц, что оказывается, народы депортированные должны быть благодарны казахскому народу, за то, что они казахи в своё время приютили. Да, казахская гостеприимница, она славится. Но вот эта модель мне напоминает советскую модель взаимоотношения этносов, когда есть старший брат, Великая Русь, которая сплотила союз нерешимый республик свободных, то есть есть русский народ, а все остальные народы сплотились вокруг русского народа. В Казахстане эта тенденция замечена была ещё на заре суверенитета, на заре независимости, когда начинался процесс, который западные политологи назвали казахизацией Казахстана. То есть этот процесс подспудно шёл, и сейчас он как бы педалируется, ещё активнее происходит казахизация аппарата, казахизация руководства, даже в больших корпорациях. И вот эта советская модель, она, конечно, ничего общего с американской моделью, когда есть американский народ, она ничего общего не имеет. То есть идеологический аппарат, идеологический аппарат настроен на советские технологии, на советские пропагандистические клише. Спасибо, Ержан. У меня в домашнем архиве хранится такая вырезка, это времён Екатерины судебный приговор, что такого-то, такого-то закромольный разговор о возможности полёта на Луну сослать в отдалённое селение Байконур. Забавно. Как, по-вашему, вот это селение, оно будет олицетворением и дальнейшего сотрудничества Москвы и Астаны? Вы имеете в виду космодром? Да. Ну, это уже так история, наверное, распорядилась, что построен вот в этих казахских степях этот космодром, он, в общем, будет по-прежнему ещё нужен России и более чем, как бы, необходим, может быть, Казахстану, если у него хватит ресурсов и политической воли, как бы, оказаться, как бы, космической державой, что, в общем, тенденции к чему были продемонстрированы некоторое время назад. Там есть один из стартапов, одна из спусковых площадок, которая принадлежит Казахстану, и там развивается казахская космическая программа. Я был несколько раз на Байконуре, и я видел плод труда поколения советских этих людей, солдат. И, конечно, это некоторое время ещё будет, значит, не только точкой совместного, так сказать, сотрудничества, значит, двух стран, но и точкой, как бы, возможных конфликтов. Да, там есть конфликты сейчас, наверное, можно об этом не говорить, но они очевидны, потому что это город, так сказать, такого целевого российского, значит, подчинения на территории Казахстана, и некоторое время назад казахские власти, казахстанские власти начали процесс, что называется, переподчинения администрации и так далее. Но это сейчас не самое важное. Мне кажется, вот ещё, слушая Ержана, я понимаю, что он хочет сказать, что, значит, ничего нового, так сказать, в этой, как он говорит, машинерии, так сказать, казахстанской пропаганды по отношению к советской нету. Ну, откуда ей взяться-то, вообще говоря, откуда ей взяться? А что разве сильно отличалась новая грузинская пропаганда при Саакашвили, когда он пришёл, она, так сказать, зомбировала всё население, потому что приводила к тому, что, скажем, люди старше 35 лет считались уже вообще непригодными для реальной активной жизни, да, и это было основной базой для того, чтобы провести эти серьёзные реформы в Грузии. Я хочу сказать, что здесь многое зависит просто от национальных традиций, от менталитета, от огромности или неогромности страны, от, как бы, стиля руководства, да. Кроме того, я согласен вот с Эмилием Пайеном, это известный, так сказать, российский, как бы, этнолог, специалист ПО, да, он был помощником президента Ельцина в 90-е годы, он утверждает, что каждое суверенное государство в процессе строительства своей государственности неизбежно должно проходить этап национализма. Это есть серьёзная, так сказать, как бы прививка и укрепляющая внутренние, как бы, связи между, внутри страны. Поэтому Казахстан этот процесс национализма имел, он был, так сказать, серьёзный, он имел свои, как бы, обратные стороны. Начал, взял он в 86-м году, мы говорили про это, да. Так что в процессе, мы в процессе, и Казахстан также в процессе. Поэтому, как бы... Да, вот можно сказать, что, несмотря на такой супер-возрастной режим, всё-таки циркулируют живые токи, да, по экономике республики. Мы обсуждали эту ситуацию с нашими гостями, Аркадием Дубновым и Иржаном Корабековым. На «Волонах радио свободы» значила программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.